Всем-всем-всем огромный привет! Сегодня я буду с вами делиться своими покупками из сайта Умелые ручки. Необычное такое название. Но прежде всего я хотела сказать девочке огромное спасибо тем, кто отозвался, откликнулся. После того видео, когда у меня были неудачные покупки веточек с кристалликами с сайта Scrap.io, то некоторые девочки начали сразу мне писать и показывать ссылки, где можно купить такие веточки на алиэкспресс, либо же у нас, где в Украине можно такие найти. Спасибо вам огромное! Мне очень приятно, конечно, и я не ожидала. Ну вот, почему же все-таки умелые ручки. Вот они мои кристаллики. На самом деле в Китае такие есть, но в Китае совсем не тот цвет. Там кричащий, такой голубой, насыщенный. Но мне совсем такой не нужен был. Мне нужны были приглушенные кристаллики вот под вот такую бумагу моя, дизайн. И я, когда нашла их на этом сайте, я очень обрадовалась. Цена меня очень сильно порадовала. Посмотрите, какое отличное качество кристалликов. Я очень-очень рада. Я с перепугу купила сразу две пачки. Также я у них еще вот такие вот зелененькие купила. Конечно, я жалею, можно было бы купить и побольше. Там у них очень большой выбор, очень много цветов. И фиолетовый, и розовый, насыщенный, нежно-розовый. В Китае, конечно, такого выбора нету. И здесь цена намного дешевле. Ну и, конечно же, куда я без примера. Вот, посмотрите, эта веточка уже в работе. В Китае мне не понравилось вот само переплетение этих веточек. Кстати, мне тоже не понравилось работать с серебряной проволокой. Я больше люблю золотую, поэтому на сайте умелые ручки вы тоже можете купить вот такую вот золотую проволочку. Посмотрите, как легко можно сделать подобные вещи. Как быстро и как красиво это получится. Посмотрите, какой шикарный букетик. Ну и кто скажет, что это не прима. Также я у них купила такие вот замечательные кабошоны. Это кабошоны стеклянные. Я стеклянные намного больше люблю, потому что в них есть какой-то шик. И они как-то вот, мне кажется, дороже выглядят. Потому что если просто эпоксидные мы покупаем наклейки, то они очень плоские и выглядят достаточно дешево. Также я купила вот такие вот бусинки. Мне тоже очень похоже в наборе примы. Тоже есть там такие кругленькие. Вот, к сожалению, более постального не было цвета. Я купила зелененький. Вот я думаю, может быть, буду делать набор с такими кристаллами и с такими кристаллами. И вот, посмотрите, сразу буквально в работе. Я эту бусинку просто-напросто покрасила обычным белым лаком для ногтей. Разворот был. То есть вот здесь вот эта веточка и вот здесь. Также у них огромный выбор пайеточек. Купила себе три пачки. Это вот полупрозрачные. Я их хочу в шейке использовать. У них такой вот голубо-зеленый перелив. Полупрозрачные пайеточки я люблю больше. Они так более интересно выглядят и не слишком насыщают цветом мою страницу. Они ей как бы вот дают такой невидимый блеск приятный. Такие вот розовые, очень нежный цвет. Это тоже достаточно клевый цвет вообще. В девчачьем альбоме просто супер. И вот такие вот пайеточки голограммные. У них очень приятный перелив. Они не желтые, как белое золото. Я такие пайеточки когда-то видела в альбоме у Галины Проценко. Вот эти пайеточки очень-очень хорошо смотрятся. И здесь вот видите какой интересный перелив. Но если честно вечером этот перелив усиливается. Они настолько играют. Я не могу передать это словами честно, девочки. Я еще купила такую вот маленькую застежку. Тоже буду где-нибудь применять в моем альбоме. Это вот мне подарочек прислали. У них как раз альбом для мальчика. Отлично будет. Ну и конечно же с перепугу тоже увидела какой у них огромный выбор цветов на бисер. Как накупила. Бисер я очень люблю. Его очень здорово использовать на страничках в качестве какого-то дополнения, насыщения и дороговизны самой странички. Здесь вот хотелось бы мне миксануть вот эти вот два цвета. Мне кажется, будет очень здорово. Очень нежный вот это вот нежно-сиреневый. Но он такой как ближе к голубому. Посмотрите, как здорово к листику подходит. Кстати, бисер тоже можно очень удачно в шейкерах применять. Это у нас беленький нежно-розовый. Розовый просто няшный. Ну и это голубенький. Опять же пример опять же на этой страничке. Вот здесь вот. Видите, здесь вот этот вот светло-сиреневый и беленький. А на этой страничке вот этот вот темно-фиолетовый. Такой как бензиновый, переливной. Мне кажется, без бисера страничка вот как-то проще выглядела с бисером. Сложнее, интереснее. Интереснее что-то разглядывать, замечать какие-то мелочи на страничках. Хотелось бы, чтобы видео было вам чем-то полезно. Творческих вам успехов, хорошего настроения. Это была Юля Астатива. Всем пока!